Следующая характеристика, которую мы рассмотрим с вами, например, церкви, модели церкви, это авторитет Христалла. Это говорит нам о руководстве Христалла. Эту тему мы с вами достаточно хорошо рассмотрели с разных сторон, понятно, в контексте, но рассмотрели на пастерские сослания. Сейчас просто сделаем большой резюме и означим общей чертой. Значит, каким образом в Писании выбирались люди, каким образом в Писании выбирались начальники? Было несколько ответственностей, было несколько способов. Первый способ. Непосредственно божественного выбора. Непосредственно божественного. То есть, во время этого выбора решение принимать на свете. Решение принимать на свете. И он лично сам выбирает себе предстоятеля, выбирает посредника, выбирает свой сосуд. К примеру, Моисей. Бог ему явился и сказал, что ты пойдешь и выведешь мой знак, будешь лидером на воду. Второй способ. Выбор по решению особенного божьего человека. Представителя божьего, судьи, пророка. Как Самуил, помню, умазал Саула на царство. А он, Давида, умазал на царство. Повторите, выбор по решению кого? По решению божьего человека. Пророка и без судей. В данном примере с Самуилом он был судью. Третий способ использования жребия. Использование жребия. Четвертый способ. Выбор служителей из среды собрания. Выбор служителей из среды собрания. Идем, скорее всего, голосовать. Диане 6 глава, 1-6 стихов. Выбор Диака. Диане 6 глава, 1-6 стихов. Диане 6 глава, 1-6 стихов. И мы видим с вами, что книга Диане, которая ближе к нам. И она ближе к приоритетному источнику знания церкви. Говорит нам о жребии и о Евгодесовании. То есть она говорит нам по некой выборе искрота. По определенным характеристикам. Ведь двоих претендентов на апостольство умерли, что женись потолком. То есть они должны были соответствовать определенным качествам. Быть с Иисусом Государственным. Всегда быть святелем Его деграни. То есть знать Христа самого личного. Поэтому сегодня церковь руководствуется характеристиками, которые есть в пастырских посланиях. В Тимофею, в Титу. И руководствуется вот этим примером выбора. То есть есть кто-то, несколько, и идет выбор. Опять же, выбор. Кто-то жребен, кто-то репет, кто-то голосовал. Правильность. Как они относятся к выписке на внесение посла? Они же как-то из-за лидеральной изучения. Хотя они посланы. Да, но они все равно изначально были выбраны церковью. Это как было с Павлом и Варнабой. Когда их антиокийская церковь выбрала, опять же, и среди себя, и с полной святого духа есть характеристики, и есть момент выбора. Люди выбирают. То есть нет ни идея, ни примеров, кроме апостола Павла, когда Христос лично поставлял. Когда Бог лично являлся, когда было во множественных примерах Ветхого Завета. Ветхого Завета кого же выбирал? Он героев выбирал своих. Он выбирал тех людей, которые сыграли потом значительную, замечательную роль в истории Павлицкой. Конечно же, по Писанию, в чем заключается авторитет Христа в церкви, как характеристика церкви. То, что Христос является главой церкви. И в этом мы можем прочесть у знаки спасаний Колоссянам 1.18 Колоссянам 1.18 Ефесинам 1.22.23 Колоссянам 1.18 Ефесинам 1.22.23 Матфея 17.5 Матфея 17.5 28.17 Матфея 17.5 28.18 Денатария Макклитуры говорит о том, что Христос является главой, является вершиной церкви, навершием церкви, является это как это же таинство, когда Он есть церковь, Он есть и внутри, и внешняя церковь. Как же в церкви Нового Завета, в модели, которые вы видите в Новом Завете, происходит решение вопросов каждодневных, бытовых вопросов. В этом принимает участие группа мужчин, избранных мужчин. Либо это пастыри, либо это дьяка. И мы помним с вами, что пастыри больше занимались работой духовной, и дьякорды занимались больше работой касательно материальной жизни. существуют различные формы правления общества. Существуют различные формы правления общества. есть монархи, есть царь, король, есть конституционные монархи, есть абсолютные монархи, это тоже подвидели. в любом случае есть человек, который управляет государством. мы берем это аукцированно, он примитивно, но так, чтобы это нужно было представить себе в такой схеме. есть король, и вот есть народ. правит, король правит. Какие еще есть формы правления республики? Демократия. 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 Республика, это там может быть либо президент, либо парламент, и они могут, там может быть еще правительство, могут править народом, а могут издеваться над народом. Это уже как у кого, кто на кого учился, у кого на что ума хватает. Есть такое понятие как геократия. Геократия это есть Бог. Есть его представители священники, потому что геократия, Бог никогда прямо не руководит народом. Он сильно много будет народу чести, а во-вторых, народ не вынесет этого. Вспомним книгу, ну как книгу исходя, возле Синаи стоял народ, и он умрет сейчас. Поэтому есть священники, которые правят народом. Геократия описана, пятикишем Моисеевым, и до царя Саула была геократия. Израиль. А потом народ посмотрел на соседнее царство и государство и сказал, вы хотите себе царя. Господь это не воспринял. Продушно предупредил, но все же при жестоковыдности он исправил царя. А до этого народу правили его особые либо священники, либо судьи. Ну и они как бы были вот такими влашатыми блоками. Принцип. Ну, я не знаю как правильно, может быть, видите меня уже правильно. Есть форма правления, есть, наверное, режим правления. Режим правления это антиритарный, антиритарный, демократический. А форма это вот, кто как стоит, и кто кем называется. Потому что есть еще такое понятие, как авторитарный режим, что только я, и больше никто. А есть такое демократический, когда советуются. Есть такая демократия, когда советуется. Но одно дело, когда советуется, это еще, это очень хорошо. И советующейся мудрости. Я всегда говорю, что прежде чем вам принять какое-то решение о жизни, вы с кем-то посоветуетесь. У себя в кармане всегда телефон с советчиком, или советчиков, которые могут вас направить. Но есть такая, пытаются люди вот такой режим правления устроить в церкви, как демократия, когда все решает вечеринка. Церковное собрание. И вот давайте голосование решим, что с соком, кому что выделять, кому куда идти, что куда делать. И вот проходит это, достаточно интересно, эта встреча, самое главное, долго и малоэффективно. Когда мы смотрим Новый Совет, и видим с вами выбор пастырей и диаконов, то мы видим с вами, что сохраняется так называемая геократическая форма правления церкви. Что это значит? Что есть арщина. Есть арщина. Во главе которой стоит Христос. Он во главе арщины. И из среды арщины, вернее, наверное, сделаем немножко по-другому, так что мы не будем с самого. Вот арщину напишем внизу. Это целая арщина. И из среды этой арщины выбираются пастыри, и туда же и мрачняющиеся диаконы, учителя, евангелисты, ну и так далее. То есть Бог все равно остается во главе, не только формально, не только номинально, а реально через свое слово, через свое влияние, через мудрость, через опыт духовный, который Он дает людям. Бог остается во главе. Но для решения вопросов, которые не прописаны в Священном Писании, ведь много вопросов, с которыми люди сталкиваются, и они не прописаны в Новом Завете. Господь поставил начальников, лидеров, которые называются соответственно пастыри. И для того, чтобы не было синдрома Моисея, когда пастырь делает все сам, Господь дал нам модель, когда работа церкви распределена. Одни отличаются за алкераты, другие за иммунизацию, третьи за учительство и т.п. Таким образом, авторитет Христа в Новозаветной Церкви проявляется вот в такой форме. Это мы ее сейчас вывели из примера Новозаветного. Когда Христос в Слове Своем, в примере Своем, в примере Любви, является для нас авторитетом, а вопросом жизненных, каждодневных вопросов Он велел поставить себе начальника, как нам, не себе, а нам начальника, и распределить обязанности внутри церкви, между вот этими людьми, но их больше можно добавить. Но они все равно остаются частью общины. То есть они не правят над общиной. Они остаются частью общины. Это очень важный момент. Они не стоят вне общины, эти пастыри. Они живут общиной, они служат общиной. Это только у Господа, возможно, Бог и человек. Поэтому и в церкви, возможно, начальник и раб. Это только в церкви возможно. Потому что так мыслит Божье провидение, как действует Божье провидение, ломая вот стереотипы, что если начальник, то всегда самый первый, самый лучший. Поэтому, если церковь строится по такому принципу, а вот кто уже внутри нее, есть общины, которые говорят, что детский служитель – это не библейская единица. Его не должно быть. И вообще она грешит, если у нее есть отдельное детское служение, детский служитель, детский пастырь, кто угодно. И она грешит, потому что этого нет в Новом Завете. И мы подходим с вами к тому, что мы говорили в предыдущие два дня. Новый Завет дает нам модели, кто на каком месте находится. Детский служитель может быть на месте пастырь, но он выделяется из общины, потому что ему нужно какое-то время, и у него есть какие-то полномочия. А то, что его нет – это не важно, есть он в Новом Завете или нет в Новом Завете. Потому что Богу все равно, есть у вас детский служитель или нет. Это вам должно быть не все равно, будет расти ваша церковь или не будет расти ваша церковь. Поэтому, вот кто здесь находится, вот это абсолютно в этом архитектура вашей церкви заключается. В этом и заключается то, что вы будете строить. Это понятно? Вот, что нам дано в Новом Завете. Остальное все – это здесь вы можете, здесь может быть община, здесь может быть костя, семья. То, что как вы наполните эту схему, здесь вам писание дает полное право для того, чтобы она была эффективной. Потому что если в вашей церкви будет 500 человек, вам в любом случае нужно добавить служителя по работе с семьями, служителя, который будет людей вовлекать в новое служение, так называемое импломедминистр. Я не знаю, как на русский язык его перевести. Служитель, завлекающий, призывающий. Рекрутер – наше сегодня такое слово, иностранное, но такое популярное. Если у вас 500 человек, это будет необходимость для вашей церкви. Если у вас 20 человек, вам рекрутер не нужен. На ставке, тем более. Поэтому вы должны понимать, вы должны разделять, что Бог дал нам как модель. Если мы будем менять вот эту модель, вот с этим у нас тогда будет проблема. Потому что мы не будем соответствовать модели Божьей. Если мы введем сюда новые уровни, вот здесь мы рискуем с вами отойти от Божьего примера. Если мы введем сюда две общины и одного пастыря. Если мы сюда введем республиканского пастыря. Если мы сюда введем, там, у пастыря будут и мужчины и женщины. То есть, если мы будем менять с вами основополагающие элементы этой схемы, тогда у нас может быть проблема. А если мы будем менять наполнение – это ваше полное право. В этом заключается открытие хрис. Следующее. Ну и, конечно же, церковь должна повиноваться своим начальникам. Первый послание Петра 5.2 стих. Освежим память и жертвы. Повторите. Первый Петра 5.5. Первый Тимофею 5.17. Евреям 13.17. Повиноваться должны, церковь должна повиноваться, слушаться своих пастырях. То есть, пастырь не может находиться вообще ни на каком уровне. Это тоже ошибка. Церковь не может быть без авторитета тем, что… А некоторые пытаются, говорят, вот для меня кто авторитет. Вот целый этаж убирают. И говорят, вот для меня авторитет Иисус Христус. Эта крыша без этих столбов, она упадет. У тебя упадет. Прежде всего, в твоей личной жизни. Следующая черта. Вопрос и комментарии. Например, когда есть разные служения, нужно помнить, что могут возникнуть конфликции, которых можно избежать. То есть, если, например, человек отвечает за детское освежение в воскресной школе, то он у себя там, грубо говоря, преувеличивает царь-бог. И если к нему приходит, например, дьяко и говорит, что-то переделать, то это может пострадать целое освежение. Потому что дьяко может быть в этой ситуации полностью не в курсе всего. И тогда вот на территории, допустим, этой детской школы воскресной, да? Дьяко не стоит, например, представить материал на завтрашний урок. Менять могут пастыри. Пастыри могут внести корректированную уроку изменения в общем плане. А то они и пастыри. В больших и крупных цепях, в которых несколько сот человек, есть старейшины. Дьяконы – это их заместители. И каждый отвечает по своим миссиям, домам, благотворительности. А у них есть еще служители, которые отвечают. Такую, как бы, организацию вводят, организованность вводят. И не по плане иерархии, а именно в организации, в организованности. Поэтому все будет зависеть. Если, конечно же, приходит человек, который вообще не занимается воскресной школой, и он ничего не понимает, и он занимается просто у вас в церкви электрикой, домом и всем-всем, он максимум может вам прийти и сказать, чтобы вы смотрели за своими детьми, чтобы они не ломали ничего в церкви. Вот это вы можете прийти и сказать. А вот говорить о том, что вы неэффективно проводите свои уроки, это могут только пастыры сказать. И там уже должно быть иероспирательство. Если это так, то подчериться и согласиться. В принципе, кадры решают все вверх. То есть мы должны очень аккуратно и очень приступливо подходить к вопросу людей, которые идут вверх. Это же самое главное. Потому что мы выдвинем человека, а потом мы сможем... И не задвинем его. Все разом, конечно. Поэтому вспомните, Тимофей, сколько он пишет, сколько он качеств переводит. Тем самым он каждым качеством обрезает людей, обрезает из толпы провинциальных кандидатов. Все это правда. Ты не подходишь. У тебя этого нет. Ты не подходишь. У тебя нет. Не для того, чтобы сделать какую-то элитную группу. А для того, чтобы на самом деле выбрать эффективных или эффективных менеджеров. Это все внутри этой темы. Это авторитет Христа. Авторитет Христа — это мы сейчас говорим о руководстве в церкви. Мы написали с вами тему авторитет Христа после географии. И вот это общая тема, о которой мы сейчас говорим о руководстве. Вот это все вы по пункту рассматривали. Рассмотрели сначала с вами, какие есть формы выбора, пути выбора. Рассказали, как этому авторитет делается выбор, формы правления, природоправления. Вот это все по пункту. Первый, второй, третий, четвертый. Получается неправильно, если есть много церквей, и их пасторы собираются, и какой-то там самый главный у них, который над семьей. То, что собираться не могут — это факт. Но если не выберут самого главного, они рискуют очень сильно. Во-первых, они уже настаивают на той модели, которой нет этой модели. Атихийская церковь, Иерусалимская церковь, помните, она была церковь матери. Ее почитали очень сильно, потому что там были апостолы. Но Атихийская церковь действовала по-своему. Она у Иерусалимской церкви не получала никаких его пословий. Мы этого не видим в детстве. Поэтому, как пасторы собираются — это супер. Но если они выбирают самого главного, они себя завлекают в глащата, в капкан, из которого плун не могут любить. Или это не библейское. Такого нет. То, что не могут собираться — это никак не разрушает эту модель. Самое главное — вы проверяете, что вам Бог дал. И вредит это этой модели или не вредит? Работает в этих условиях модель или не работает? Если модель не работает, потому что уже вместо «здесь» мы появляемся главной пастой. Все, модель уже не работает. Значит, вам не надо это делать. Если модель продолжает работать, и вы добавите сюда еще молодежного лидера, к примеру, и еще кого не будет — ничего не нарушается. Ничто — ничего не мешает. А вот, я же не признаю, как бы, областные, там, механизмы. Что вы просили? Просто только что сказал. Это не соответствует модели, и это опасно. Потому что в виде ни одного человека становится очень большое количество людей, очень много организаций. И это просто нет. Есть у нас и другая проблема. Какой вот человек нервастый стоит? Что нам надо жить для него? Ну, это должен быть неизнавопрощенных. И это должен быть человек уже в возрасте физическом. Моя формула 20 на 40. Ваша формула будет какая угла? Ваша формула 2 на 4. Это ваше дело. 20 на 40. Понимаете, где и что? В возрасте как христиан. 40 лет — это после кремления 20 лет от уже. Не, наоборот. Ну да. На серию. Арина почитает крещение. Дедушкино крещение почитает. Я в колене уже. Я уже... Дед священник. Пастырь. А некоторые так и не. Дед пастырь. Иначе мы в этой церкви будем. Пастырь в любом случае. В наследующем. Есть еще один вопрос. Очень болезненный вопрос. Который касательно вот авторитета Христа и руководства церкви. Вопрос автономности мужчин. Я написал небольшие размышления по этой теме. Я... Ну они достаточно старые. Вопрос автономности мужчин. Автономность мужчин как мы воспринимаем с вами? Мы с вами воспринимаем автономность мужчин. Я буду капитан очевидность. Правильно и неправильно. Давайте начнем с негативного. Как мы неправильно можем воспринимать автономность мужчин? Подскажите. Это мое царство. Это мое царство. И я сам с первого лет здесь. Мое дело. То есть... Хочешь стричь. Открой церковь и стриги. Само потом. Как сказала она. Адиозная проповедь. И... Некоторые думают, что автономность это то, что для меня не является автилитетом ни церковь, которая основала нашу общину, ни имение братьев, ни советы братьев. Кто-то понимает автономность в том плане, что обязательно нужно будет контроль. Контроль церкви, которая основала это общество. И вот они уже прошло 20-30 лет, и они постоянно контролируют. Вот так сделали. Вы не то получите. И они с одной стороны кричат об автономности, а с другой стороны они постоянно держат церковь в таком обруче. Кто-то думает, тоже проповедует постоянно об автономности, а потом говорит, ага. А в той церкви люди на молитве руки поднимают. Это не так, как мы делаем. Надо пойти и им это сказать. Надо их вызвать на разговор. Надо собрать грубый стол. Надо собрать дискуссионную группу. Совет церкви. И давайте как мы их сейчас вызовем на этот Совет церкви. Почему они поднимают руки? Мы же не поднимаем руки. А харизматов становится похожим. И люди вот так воспринимают. Они кричат, что мы везде автономны. Но если кто-то из автономных общин начнет делать не так, как они делают, они начинают волноваться. Начинают суетиться. Начинают переживать. Начинают писать письма куда угодно. И автономность общин вообще это уникально для религиозных организаций. И церковь Христова является, наверное, одной из единственной, наиболее успешно развитой, распространенной формацией религиозной, в которой сработала автономность. Потому что большинство известных религиозных течений, конфессий, организаций, деноминаций, они все имеют четкую, строкую, иерархическую структуру. В иерархической структуре есть свои плюсы. Во-первых, эффективность. Во-вторых, организованность. Поступление новых членов. Контроль за финансами. Истатистическая деятельность. Истатистическая деятельность. Истатистическая деятельность. Наиболее эффективно организована именно при наличии иерархической структуры. Но какие минусы есть? Внутри иерархической структуры возникает, рано или поздно возникает момент соперничества. И так или иначе начинается подковерная борьба за право быть на троле. И очень часто, если по внешним показателям иерархическая структура выигрывает, по внутренним и этическим показателям она начинает проигрывать. Потому что начинают появляться крылья. Правое крыло, левое, умеренное, ястребо, поддерживающие этого, поддерживающие того. И рано или поздно этика пострадает. Кроме этики может пострадать и учение. Потому что верный благоразумный раб, какой-то синод, консилиум, след. Они подвержены, даже если их несколько в этой группе. Они подвержены... Знаете, когда одна и та же группа, когда работает долгое время группа в составе одного и того же количества человека, они начинают мыслить одинаково. Это происходит по психологии. Они настолько друг с другом оживаются, что они становятся как одно. Это и хорошо, но это и плохо. Потому что нет нового, нет свежего в этой группе. И поэтому с этой группой даже их там десять человек очень легко их уговорить двигаться в одном направлении. Потому что они уже застигли этого единства, этой командности. И поэтому иерологические группы, они подвержены вот таким выражениям, изменениям в своей политике очень часто. И иногда политике, которая идёт на компромиссы против священного писания. Этой опасности нет у автономных общин. Ну, перед кем нам соперничать? Ну, мы можем максимум соперничать по тому, сколько у нас в отчётах людей окрещённых и сколько посещаемых на службе. По сути дела, чем ещё мы можем соперничать? У нас нет единой власти, у нас нет единой цели, куда мы можем стремиться и соперничать. Поэтому сразу этот вопрос снимается. Ну и, конечно же, относительно изменения учения. В автономных общинах это происходит намного сложнее и практически не происходит. И если даже одна община может взять за основу иной дух, иное обучение, иное направление, если мы говорим это о церкви, то в большинстве своём другие церкви этому не подвержены. Потому что у них нет и так этого единства. Разные люди, разные города, разные церкви. А когда нет этих мостиков, учение не дойдёт до нас. Мы услышим о нём, но мы скажем, мы живём на слое. Но! Зачем не Бог? Это победа. Я скажу, что это победа церквей, церквей христовых на религиозном поле автономности. Это победа, которую церковь Христова до сих пор содержит. И до сих пор она её благополучно удерживает. Что именно? Что общины автономны? Или каких способов нет? Это то, как я это говорил, как мы это видим из моделей и взаимоотношений общей друг с другом. Что не было церкви матери, не было главного епископа, главного верховного пастыря. Но я вот здесь даю два важных момента положительной стороны автономной. Вот той автономии, которую мы должны с вами использовать. И не той автономии, что мы должны маргинализироваться и друг от друга закрываться, потому что мы автономны и не общаться. Есть общины церкви Христовой, которые существуют уже десятками лет, а о них никто не знает. Абсолютно никто не знает. И когда узнаешь, что в этом городе есть церковь Христова, ты удивляешься, потому что никогда не слышал о них. Ты знаешь, многих христиан, многие церкви знают. А все равно они для них ничего не слышат. Поэтому один из плюсов этой автономности, это то, что автономность дает ответственность членам церкви за свое мужчину. Другими словами, за тебя никто думать не будет. За тебя наверху никто решать не будет. И здесь срабатывает правило, кто если не мы. И вот такую автономность, в этом ключе мы должны использовать автономность наших общин. В том, что мы ответственны за свою церковь только мы. И только мы выбираем лектор, только мы выбираем направление, только мы набираем, сохраняем истинность нашей общины и дух нашей общины. Поэтому автономность мы должны с вами использовать правильно, эффективно, трудно друг друга. Не разделяя, а наоборот, объединяя совместные усилия, совместное сотрудничество на ниве миссионерской, на ниве образовательной. Но помня, что члены поместной мужчины ответственны за свою поместную мужчину. И от них зависит церковь растет или нет. Не от республиканского риска, поскольку она даст денег на молитвенный дом. А от членов церкви, сколько она собирает, в церкви на молитвенный дом. Не от конференции республиканской или региональной церкви, где и как провести молодежный лагерь. От самой общины, примет она участие в этом лагере или нет. Захочет она принять, будет она организовать или нет. Вот в этом ключе, пожалуйста, используйте автономию. В других вопросах автономия, в каких вы чаще всего используете, она не работает. Это такая нестычковность получается. Мой колхоз или я здесь председатель. Следующее. Следующая характеристика авторитет и имени. Как вы явно назовете, так она и поплывет. Как вы явно назовете, так она и поплывет. И я понял, что на Востоке имя до сих пор, особенно в древности, брало сакральную истическую. Имя давалось в честь каких-то событий. Имя определяло твою будущую судьбу. Имя определяло твой характер. Имя говорило о твоем характере. Люди часто меняли имена, потому что менялись события и менялся их характер. События и характер это то, что влияет на имя человека. Имя это то слово, которое вы будете слышать чаще всего в своей жизни. Никакого другого слова вы не услышите чаще, чем в своей жизни. Поэтому это слово будет всегда с вами. Этот звук, этот набор букв, этот набор слов всегда будет с вами. Это очень важно, что вы будете слышать у себя. Потому что слыша имя, вы будете поворачиваться. Вы будете знать, что это вы такой. Поэтому очень важно раньше было, как ты называешь человека. Какое ты имя ему даешь. На какой звук он будет оборачиваться. Что он будет срабатывать в его душе, когда он будет слышать это слово. И говорить, что это я. И думать, что это я. И озваться на него. Не так, как мы сегодня относимся к ним. Мы относимся несерьезно, по моде, выбирая что-то такое витиеватое и удобово-разумительное. Подчас даже страшное. Просто кошмарное. Мы называем людей. Имя еще определяет эру. Историчность. События. Это тоже события. В советские времена одна бабушка рассказала мне, какие были популярные имена. В 30-40-е годы. Было популярным имя женское Нинель. Нинель. Что значит «задом наперед». Как? Старушка такая. Древняя. Она не рассказывала, какие имена были популярны. Потом эра. Женское имя тоже было достаточно популярным в свои времена. Потом Савинбек. Это киргизская. Чаще всего там наше поколение. Мы же были в России. Но то в Киргизе, то в Казахстане. Особенно. Назвала даже такие имена. Лагерь Шмита в море. Это смешно. Это серьезно. Лагерь Шмита в море. Лагерь Шмита в море. Лагерь Шмита в море. Энергия. Энергия. Энергия Сина. Женщина не все женские давали имена. А самое интересное. Сейчас правильно надо прочесть. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Первый мой. Понятно, что эти имена не были там везде. Как у нас сегодня там Сережа или еще что-то. Но все равно имя определяла молодость события. События, когда революция, неконтическая война. Позже, я думаю, важным, знаковым событием было сериал «Богаты тоже плачут», когда Марианны все начали называться. Это же события определенные. И люди, под влиянием этого события, они начали давать эти имена, не задумываясь о характере этих именах, а не задумываясь о значении этих именах. Поэтому, когда вы вовремя повторите имени в церкви, это не просто название какой-то церкви, которое мы можем просто так пацать и придумать красивое. Это не просто идентификация, а это то, что определяет события и характер церкви. Это очень важно. Потому что имя церкви, оно определяет события и характер. Помните, Абрамс, Сара были названы Абрамсом. Сегодня среди христиан очень популярно назвать ей библейскими именами. Руфь, Сара, Ева. Но почему-то я еще ни разу не слышал Гафория. Или Изавелья. Это же тоже библейское имя. Но мы-то уже сразу что думаем с вами? Ага. Но это же была злюка. Поэтому не будет. Но в Библии же это имя есть. Есть. Наташа нет в Библии. А вот Гафория есть. Но мы сейчас и понимаем с вами, что Гафория это плохое имя. Мы не будем его использовать. То есть мы даже на уровне, просто обыденно на уровне своих детей уже что-то думаем. Отключаем же мозги. А что же говоря о церкви? Почему иногда христиане так относятся к названиям своих церквей небрежно и не задумываются о имени своих церквей. Лучше, чем лучше нас писание. Мафирея 16.18. Мафирея 16.18. Создал церковь мою, говорит Христос. Довольственное, что церковь будет принадлежать Христу. Церковь будет Христова. Деяния 8.1. Деяния 8.1. Отключается просто слово церковь. 1 Коринфянам 1.2. 1 Коринфянам 1.2. Церковь Божья. Церковь Божья. 1 Коринфянам 1.2. Церковь Божья. Д明фянам 14.16. OK. 5 Коринфянам. И 40 Коринфянам 14.16. 6 Коринфянам 14.16. 1 Тимофею 3, 15-16. 1 Тимофею 3, 15-16. Церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого. 1 Тимофею 3, 15-16. И, наконец, в Яне 4, 12, где сказано, что нет иного имени под низесами, которым бы она принадлежала бы нам соснестись, кроме имени Иисуса Христоса. Иисуса Христоса. 4, 12. Другими словами, мы видим с вами, что название вот этого сообщества Христиан должно иметь какое-то название. Все в этом мире имеет название. Все в этом мире имеет идентификацию. Это писатель, чаще всего. Мы говорим, что это доска. И мы уточняем, что это школьная доска. Без имени мы не можем сказать это. Дай мне это. Подойди к этому. Напиши на это. Но это будет звучать, если у нас подойди к этому, возьми это, напиши этим. Это мы не поймем, что где, как взять и что написать. То есть, все имеет свое название. И мы видим, что вот это сообщество Христиан-берующих называется Церковью. Церковью Божьей. Церковью Христовой. В смысле принадлежности Христу. Это очень важный момент, потому что в Библии мы часто встречаем с вами принадлежность, понятие принадлежности. Вы мои, говорит Господь. Вы мне принадлежите. Вы свидетели мои. Вы меня видите. Вы со мной находитесь. Поэтому, когда мы слышим, разберем вот это название Церковь Христова, то это не только как представление многих верующих вселенской Церкви, которую мы можем только в богословской литературе писать. А это Церковь на название любого сообщества, которое принадлежит Христу. Что такое Церковь Христова? Церковь как собрание, чья Христова, кому она принадлежит? Она принадлежит Христу. Вот почему модель новозаветной Церкви, которая дана нам Господа, она определяет событие и характер. Событие, это значит, что Христос не искупил свою Церковь, вернется за Своей Церковью. Она невеста Его, а характер, то что она имеет дух Христов, любовь к Христову. Очень важно в себе самом и слышать это название очень часто важно, потому что это напоминание тебе. С другой стороны, мы с вами живем в сегодняшнем мире, в котором есть много названий очень неблагозвучных. И мы живем в сегодняшнем мире, где существует большое количество общин. Чаще всего общины Церкви Христовой имеют идентификацию. Что такое идентификация? Идентификация это где церковь находится или локальность еще можно сказать. И чаще всего называют, если в городе, например, Анарщина. Какой город есть? Житомир. А вот Анар в Житомире. Как она будет называться? Церковь Христова в Житомире. И ты все. Никакого больше нет из Церкви Христовой. Житомирская Церковь Христовая. Житомир. То есть это и идентификация, и локальность. То есть по этому месту где она находится. В Америке очень часто к названию Церкви Христовой добавляется именно момент локальности. То есть где она находится. Вот так как у них все города однотипные. У них они разделены на восточную часть, западную часть, южную часть, северную часть. И говорят там Южная Церковь Христова или Восточная Церковь Христова или Западная Церковь Христова. По месту, по географическому нахождению в самом городе. У них есть сайт, сайт и так далее. Часто называется по улицам. Или по районам. В Америке, конечно, в этом проще. Потому что у них названия благозвучные, красивые. Например, район Алабаки называется Сансет. От этого названия произошло и имя нашего института библейского. Там есть и Церковь Христова, которая называется Сансет. Церковь Христова Сансет. А Сансет – это закат солнца. Это очень красиво. Это здорово. Можно много ассоциаций сразу вести. Но даже в Америке бывают уродние случаи. Не получается называть ими по локальности. Рассказывают об одной общине, которая собиралась в городе. Она была одна. А городишко был небольшой, старинный. Назывался Ноу Хоу. Ноу Хоу. Нет надежды. Без надежды. Без надежды. Без надежды. И вот это… Представьте себе звучание этой Церкви. Ноу Хоу. Чоу Чоу Христ. То есть… Церковь Христова без надежды. Без надежды. Без надежды. И они не смогли себя называть по локальности. Ну, не могли. Они не имели право это делать, да. Потому что к ним никто бы не пришел. Они перед ними давали называть себя Хоу. Чоу Чоу Христ. Надежды. Церковь стала надежды. Ну, это редко. Но бывают такие случаи, когда нельзя по названию района. Но это редко. А у нас же… Я вспоминаю Донецк. На Донецке у нас гибли районы. Уйбышевский. Ленинский. Петровский. Пролитанский. Порошиловский. Куреновский. Все убийцы. Горители. Ромального народа. Верующих. Они назывались этими районами. И получалось… И получалось, что… А тут так и получается. Церковь Христова… Ну, еще как бы официально там на документах звучит более-менее. Церковь Христова Ленинского района. Или в Ленинском районе. Ну, у беды там слово район снимает вот это напряжение. А когда… А ведь люди что делают? Они же обрезают названия. И часто называли Ленинка. Ты сегодня на Ленинку пойдешь? На Кировку. На Буденовку. На Петровку. Петровка 38 вообще там. А они на Петровке собираются. Кто там собирается? А в операх собираются? А там милиция еще рядом. Так вот. Не было благозвучных названий. По локальности было очень трудно называть. Кроме того, в Донецке было когда в одном районе, в Кудышевском, было в свое время пять общин. И уже пятую не хотели регистрировать, потому что у вас уже пять общинцев. Как мы вас будем называть? Вы же по документам не пройдете. Мы не можем называть Церковь Христову Кудышевского района, потому что уже есть четыре общины. И поэтому, кроме вот понятия локальности... Зачем, кстати, нужна локальность? Локальность нужна, чтобы вас нашли. Если вы скажете, приходите в Церковь Христову в Киеве, это будет трудно понять. Вы обязательно себя локализируете. Локальность. То есть вы назовете свой район. Ну тут район еще полбеды. Хотя бы не такие революционные, как у нас были в Донецке. Здесь есть Нивки, есть Шевченковский район. Хорошо, Тарас Григорьевич, в принципе, отлично. Есть вот Осокорки, Базняки, есть Нивки. Ну, в принципе, обоим только всегда меня смущало. Но у них переименовали их улицу Лаёша-Гавро, которую трудно было выбрать, на Иорданскую. Теперь у них Церковь Христова, на Иорданской. Завидую теперь вам! Это же представьте себе, какой теперь локальность у них крутая. И теперь нужно баллон забыть. И теперь вам надо, кстати, промукировать это и распиарить именно это название, потому что оно красивое, оно классное, оно суперовское, оно звучит, оно благозвучное. И это локальность. Но! Если локальности не получается, в этом районе одна на одной сидят пять общин. Кстати, в Америке такое много. Бывает там в таких городах, как Даллас. Это сорока общин в городе. У нас в Украине столько общин нет, сколько там в одном городе можно вообще. И общины так, на каждом городе километре. И вот я тоже, бывает, ехал, вижу эту Церковь Христова, через за поворот еще одну Церковь Христова. Так, соответственно, это приятно, сколько братьев и сестер собирается. Мы с этими, мы не общаемся, эти консерваторы, они сами не общаются. Но! Если локальность не получается, если на одной улице... У нас, по-моему, был один пример. Да, когда на улице университетской было две общины. Одна улица и две общины. Улица большая была. На начале улицы были. И в конце была улица Церковь Христова. А там, ну, километров пять-шесть было. Как их идентифицировать? Вернее, как их локализировать? Появляется второй момент. И идентификация. Я почему на этом застряю ваше внимание? Потому что, если, конечно, вы и сообщили, которая одна в городе, в принципе, у вас локальности достаточно. Можно сказать, там, опять же, Житоминская и Львовская Церковь Христова, Церковь Христова во Львове. Это проблемы с этим. Если, конечно, у вас город безденежье, всего безденежье, и вы будете называть себя Церковь Христова безденежье, то у вас уже локальности не получится. Или какие-нибудь там, может, слежные названия. Мы проезжаем по Полтаву, даже видим на Харьков, там есть Глухомань. Сразу за Молдавой, за мостом Глухомань. Это когда девушку можно официально не обидеть. В какой-то Глухомане живёшь, да? Ну и Глухомань у тебя. Представитель Церковь Христова в Глухоманье. Вот это да, община. Где община? Глухомань находится. На локальности уже не сработало. Поэтому есть такое понятие, как идентификация. То есть вы к общине прибавляете уникальное имя. Уникальное имя, по которому вас будут узнавать в этом районе. И вообще будут узнавать Церковь Христова. Поэтому такая община в Кубышевском районе, она была названа Церковь Христового Возрождения. И всё. И тогда всем стало понятно. Ну, её по старинке все называли азотные. Ну, как ось. Понимаете? Всё равно. Вот они сто лет назад собирались на азот, но уже с того района уехали, а по старинке ещё азотные. Это азот, химический элемент. Поэтому, друзья мои, название очень важно. Я сейчас завершаю. Название очень важно. Название говорит о характеристии. И это нужно, и в каких-то случаях это даже необходимо. К названию Церковь Христова. Церковь Христова это важно, потому что оно говорит о характере и о событии вашей общины. Это вот эта модель. Но жизнь нам даёт разрешение. Ну и нормально это, когда есть какая-то локальность или идентификация. Чтобы найти эту общину, чтобы её понять, что это Церковь Христова, что это Божье Царство. Вы можете её назвать. Вот в Вариуполе есть Церковь Христова Левобережная. Она на крючках написана. Это локальность. Она находится на левом берегу. Отлично. Всё. Единственная проблема. У них, когда-то сто лет назад, была Церковь Христова на Ильича. Или Ча была? На Ильича или Ильича же непонятно. Так вот. Поэтому идёт идентификация Церковь Христова преображения, Церковь Христова город-убежища, Церковь Христова любая, чтобы идентифицировать общину. Либо из большого количества общин, которые находятся в этом районе. Либо из района, который вы никак не можете назвать это по названию своего района. Но, конечно же, надо сохранять и засетировать как можно больше урожьего имена. И перерывы.